3 мая в Кировске в торговом центре 7 дней произошел пожар. Проверки прокуратуры и госпошнадзора, которые в течение апреля проходили на разных объектах Кировска, показали, что именно там выявлено больше всего нарушений законодательства о пожарной безопасности. Подробности у Марии Савохиной. По результатам проверки выявили более 50 нарушений закона о пожарной безопасности и возбудили 4 дела об административных правонарушениях. Закрытые пожарные выходы, захламленность пути эвакуации, отсутствие документов на материалы, которыми выполнена отделка помещений, курилки на лестницах. Это не полный список всех нарушений. Большее количество нарушений выявлено в торговом центре 7 дней, что обусловлено большим количеством организаций, в том числе в этом здании. Но в принципе даже до рассмотрения, до срока рассмотрения, например, представление составляет месяц. Он еще, возможно, по некоторым организациям не истек, но принимаются уже меры по устранению выявленных нарушений. А 3 мая в торговом центре 7 дней произошел пожар. К счастью, никто не пострадал. К месту пожара прибыли две автоцистерны пожарной части номер 30 и автолестница. К моменту прибытия пожар был ликвидирован работниками торгового центра. В результате пожара пострадал фасад на площади около 2 квадратных метров. Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. Работниками торгового центра проводились кровельные работы, где использовалась газовая горелка. И вот в результате нарушения требований пожарной безопасности загорелась пароизоляция фасада. При проверке нашлись и отличники. В спортивно-оздоровительном комплексе «Горняк» нарушений не было выявлено вовсе. В случае выявления нарушений и фактов неустранения нарушений в дальнейшем, в результате повторных проверок контрольных, будут приняты дополнительные меры реагирования. Возможно прокуратура обратится с исковыми заявлениями в суд, уже чтобы в судебном порядке обязать виновных, допускающих нарушения лиц должностных или организаций, устранить эти нарушения. Кроме этого, при повторном выявлении нарушений, которые ставят под угрозу жизни и здоровья посетителей и работников, деятельность организации может быть приостановлена до устранения. И в продолжении темы нарушения пожарной безопасности. Штраф от 2 до 5 тысяч рублей придется выложить за поджог травы. Сухая теплая погода установилась рано и уже совсем скоро вызвать пожар может любой брошенный в траву окурок. В сухую погоду последствия таких возгораний могут быть самыми печальными. Это может быть, как и получить человек травму, который окажется вблизи очага открытого горения. Также это может и повреждено быть имущество, поскольку многие у нас люди не заботятся об этих вещах. Подожгли сухую траву и покинули место, скажем так, сжигания и удаления сухих остатков. Находятся вблизи сгораемые предметы, теплотрассы, которые чаще всего покрыты горючей изоляцией. Находятся постройки, сарай, который зачастую у нас сгорает.